Всем привет, вы на канале AlexGetch. Сегодня, к вашему вниманию, не совсем свежее, но очень нужное каждому владельцу Apple Девайсов приложение под названием Bump. Думаю, никто из вас не станет спорить, что перенос файлов из одного устройства на другое – это одна из самых нужных функций для каждого пользователя Apple устройств и не только. Уверен в том, что за такую прогу Стив Джобс поставил бы самую высокую оценку, ведь она из раздела тех приложений, которые доступны всем пользователям. Без каких-либо инструкций. Помните, как Стив Джобс проверял доступность приложений? Он давал iPhone с этим приложением в руки пятилетнему ребенку, и тот через несколько минут мог им полноценно пользоваться. Только такие приложения Джобс считал зачетными. Думаю, что доступность в пользовании Apple Девайсами и сыграла главную роль в развитии яблочной компании. С помощью Bump обменяться музыкой, фотками, видео, контактами и любыми другими файлами так же просто, как хлопнуть ладошками. Вот посмотрите, как я перебрасываю фотки с iPhone на iPhone. Так, у меня два iPhone, один iPhone 5 и другой iPhone 4. Открываем на обеих телефонах программу Bump. Вот так выглядит программа Bump. Сейчас с iPhone 5 на iPhone 4 я буду перебрасывать фотографию. Выбираю здесь фотку. Так, выберем, например, фото из выпускного, да? Хорошо. И теперь мы ударяемся, да? Оп! На обеих телефонах всплывает окошко, в котором мы должны подтвердить действие. Нажимаем связаться. И на папин телефон прилетела фотография. И она сразу же сохраняется в фотопленке iPhone. Круто! Хотите перекинуть файлы на компьютер? Или наоборот? Это очень просто. Давайте посмотрим. Итак, в отличие от iPhone на компьютер никаких программ скачивать не нужно. Просто открываем сайт, который сделал эту пробу. В адресной строке вписываем имя сайта. И чтобы открыть его, жмем Enter. Берем в руки Apple устройство. В моем случае это iPhone. Открываем программу Bump. Это у нас страница профиля. Так, дальше фотографии, фотопленка, все дела. Все фотографии. Дальше свайп. Тут у нас другие разделы программы. Видео, аудио, другие файлы. И можем подключать учетную запись в Dropbox. Следующим свайпом открываем контакты. Если их нужно перенести на другое устройство. Но для примера я лучше покажу вам передачу файла из раздела фото. Выбираем фотографию победителя в нашем розыгрыше iPad 3, Mario. А чтобы передать это фото на компьютер, нам достаточно ударить по пробелу. Для подтверждения передачи нажимаем на телефоне кнопку связаться. Как вы успели заметить, фото передано почти мгновенно. Здесь мы можем просмотреть фотографию, либо скачать ее для последующих работ, непосредственно с этой страницы. А сейчас покажу вам обратный процесс. Передача файлов с компьютера на телефон. Еще раз заходим на сайт Bump и нажимаем Enter. На сайте выбираем Transfer to Phone. Дальше Choose Files. Выбираем файл для передачи. Так, возьму какую-нибудь фоточку. И дальше на телефоне входим в программу Bump. И ударяем по клавише пробел. На устройстве, принимающем файл, жмем связаться. Ждем завершения загрузки в телефон. Прикоснулись к файлу и он тут же открывается. Кроме приложения Bump, эти фотографии загружаются непосредственно в фотопленку телефона. Показывать, как скачивать Bump из App Store я не буду. Это и так всем известно. Ссылку для скачивания я оставлю под этим видео. Только не разбейте свои телефоны. Чтобы перенести файлы, корпусами телефона ударять не обязательно. Стукнуть достаточно пальцами рук, в которых держите телефоны. Уверен, что многим из вас в Springboard это приложение не будет лишним. Возможно, кто-то уже пользуется данным приложением. Напишите свои отзывы в комментариях под этим видео. Ставьте лайки. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Фолловьте наш Twitter аккаунт. До скорых видео. Пока!